МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. 86 тысяч горожан в едином порыве, несмотря на снег и дождь. В Самаре прошел самый экстремальный субботник. Фильмы для детей должны быть добрее. Кинофестиваль для самых юных зрителей прошел в Самаре. Работают с опережением. На Южном мосту демонтировано около 80% конструкций. Дороги, рельсы и вода. Все средства хороши, чтобы добраться до работы с началом ремонта Южного моста. На закрытом участке уже демонтировано 80% конструкций. Подрядчики уверяют, что закончат работы в три раза быстрее. На совещании в мэрии обсудили, как в первую очередь в Куйбышевском районе выходит из положения. Марьяна Мирная продолжит. От 40 минут до полутора часов именно столько в среднем автомобилисты тратят, чтобы попасть из Куйбышевского района в центр Самары. Ограничение движения на Южном мосту увеличило поток машин на мосту по улице Главной. Чтобы жители могли вовремя добираться на работу, пустили дополнительно 7 электричек. Устраивает ли это людей, мэр Самара Олег Фурсов спросил главу Куйбышевского района Александра Моргуна. Вы что мониторите сети-то? Вы не кабинетные работники, Александр Ильич. Мы вам зачем самостоятельно задавали? Вы хоть раз в электричке-то проехали вот с момента закрытия моста? Сами, как глава района. Потолкались там с людьми-то? Ну а что тянете? Ну а что тянете-то? И вы так бодро нам рапортуете, что там все спокойно, проблем нет. Люди стоят полтора часа, так сказать, в пробке, довольны. Проедьте, вот вам поручение, завтра с утра проедьте на работу. Ну вернее, не на работу, вы живете в другом районе. Вот проедьте, так сказать, с Красного Крежка до центра города. И доложите мне завтра, какие там проблемы. Для пассажиров на платформе Красный Крежок установлены навесы. Благоустроенная прилегающая территория. Несмотря на стахановские темпы работы на Южном мосту, его закрытие создает неудобства для жителей. Понимая ценность дорожной артерии, по словам подрядчиков, ремонт закончится в три раза быстрее. Демонтаж завершен уже на 80%. Сейчас пока все идут в графике, тот, который мы представляли во мной утверждение. По центному отношению, какой объем работы выполнен? По части демонтажа в полном объеме выполнено на, здесь половина, на 80%. То, что касается половинки, которую закрыли. Чтобы еще больше разгрузить движение, после окончания паводка, планируется открыть речную переправу от причала на Сухой Самарке до речного вокзала. Автобусные и городские маршруты будут ходить в соответствии с графиком прибытия электричек и речных трамваев. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. 90% льготников в Самарской области получают компенсацию за оплату коммунальных услуг по новым правилам, сообщило Министерство социально-демографической политики региона. Из-за перехода на новую систему расчета, выплаты в начале года были небольшие заминки. Сейчас компенсацию не получают в основном жители, у которых есть долги по квартплате. Каждый случай, когда человек имеет право на льготу, но не получил ее, теперь рассматривается индивидуально. Есть проблемы с рядом управляющих компанией ТСЖ. Из-за отсутствия лицензионной компьютерной программы и профильных специалистов не все подают в Министерство информацию о льготниках. Например, в железнодорожном районе Самары 8 ТСЖ расторгли соглашение с Министерством и информацию об оплате коммунальных услуг жителями не сообщают. При повторной проверке мы увидели, что есть те недоработки, которые связаны с тем, что руководитель некачественно и неоперативно организовывает деятельность. Поэтому сейчас у нас наша комиссия и юристы работают, анализируют результаты проверки. Я предполагаю, что придется делать, скорее всего, административные серьезные выводы. Что нам снег, что нам дождь. 86 тысяч самарцев, несмотря на плохую погоду, вышли в эти выходные на общегородской субботник. Не первый год приводить Самару в порядок после зимы активно помогают студенты, активисты молодежного движения «Чистый город». В Парке Победы не только навели чистоту, но и высадили Березовую аллею. На уборку жители вышли в своих дворах. А вечером дружно отправились отдыхать. Большому концерту на площади Куйбышева не помешал даже внезапный апрельский снег. Репортажи наших корреспондентов. Погода подвела, а люди нет. Общегородской субботник в разгаре. Я хочу принести благо своему городу и хочу, чтобы летом все студенты, также молодежь Самары и дети гуляли по «Чистому городу». Особенно в Парке Победы. 72-я годовщина, очень почетная. И мы вот ребятам собрались и решили помочь сделать город чище. Студенты вместе с активистами «Чистого города» наводят порядок весь апрель. За плечами 13 больших уборок в парках и скверах. Этот субботник особенный. Молодежь не просто приводит в порядок Парк Победы, но и отдаёт дань уважения ветеранам и почётным гражданам Самары, которые, несмотря на почтенный возраст, трудятся рядом. Мы также рады, что город Самара меняет свой облик. Всё к лучшему каждым годом. Мы видим, как благоустраивается город. Именно когда люди трудятся вместе, не за деньги, а за какой-то интерес общественный, вы берегите эту идею, развивайте. Ну и, конечно, надо, чтобы город, все люди следили. В честь Победы в Великой Отечественной войне в парке высадили Берёзовую аллею. За весну и лето молодые саженцы примутся и через несколько лет будут радовать всех отдыхающих. Вообще проведение субботника здесь в Парке Победы тоже символично. У нас другого выхода нет, кроме как побеждать. Самарцы всегда отличались этим настроем, этим духом, этим настроением. Поэтому я думаю, что абсолютно все задачи, в том числе и задачи наведения порядка в городе, повышение комфортности наших жителей нам по плечу. И это очень здорово, о том, что в городе проходят вот такие вот масштабные мероприятия, что очень много людей принимают участие в них, потому что именно вместе, сплотившись, мы сможем с вами город сделать таким, о котором мы мечтаем. Убиралась вся Самара. Наводили порядок 86 тысяч человек. Жители 33-го дома на Чернореченской активно помогают дворникам не только в субботник. Чистоту во дворе поддерживают постоянно. Сгребают листья, собирают мусор и сажают деревья. Мы всегда выходим на воскресники, все, что нужно. Где сажаем деревья, густарники, все отлично у нас. Мы же живем в этом доме, живем в доме. Мы должны поддерживать чистоту, порядок. Сюрпризы погоды не испугали горожан и вечером, когда по праву можно было отдохнуть. Зонтик в руках, улыбка на лице. С таким настроением горожане пришли на площадь. Это правильная акция, потому что люди, которые работали, они должны отдыхать в доме, для них это акция. Вот эта идея очень хорошая, потому что, во-первых, билеты раздают, и как бы все хотят пойти на этот концерт, и все стремятся убраться, чтобы получить этот билет. Так что я сделала это. Убралась и получила билет. Мы работали практически под такой погодой, а уж отдохнуть-то легко. Мы сегодня убирались со своим общественным советом на территории района. Инициативу возрождать субботники. Вместе делать город еще лучше и вместе же отдыхать. Поддержали артисты. Для участников генеральной весенней уборки на сцене выступили Денис Майданов, Сергей Войтенко и группа «Серебро». Такие субботники, это нужно, конечно же, в каждом городе сделать, не только в Самаре. В Самаре понятно. И честь, и ответственность высока. Это город, один из городов чемпионата мира 2018 года по футболу. Но, тем не менее, это хороший пример для других городов. Здесь очень хороший диалог, симбиоз и дружба, и власти, и молодежи, которые с удовольствием откликнулись. И даже в такую вот удивительную погоду сделала все, что от нее зависит. Самара действительно меняется. Она становится чище, она становится красивее. У нас сейчас строительство активное ведется. Поэтому где-то, где-то, возможно, некомфортно сейчас, да, где-то стоят какие-то строительные леса, какие-то заграждения. Но это все для того, чтобы город стал лучше, город стал интереснее. Во всех отношениях, чтобы в нем комфортнее стало жить. И для самых активных участников субботника персональный сюрприз солистки группы «Серебро» устроили автограф-сессию. Мы знаем, что из студентов очень много, кто помогал город сделать чистым. Спасибо большое, ребята, вам. Конечно, мы по работе приехали, но нам так приятно видеть города нашей страны чистые. Поэтому Самара примерно номер один. На общегородском субботнике очистили территорию площадью больше 5 миллионов квадратных метров. И это не финал. Благоустройство города продолжится. И подарки для жителей Самары на этом не закончились. В каждом районе города выберут по три самых чистых двора. Их оснастят камерами видеонаблюдения. По системе «Безопасный город». И наши души, сердце, скопы, как поддельное. Марина Кравцова, Олеся Корецкая, Андрей Горгуленко, Арцем Сулайманов, Константин Головин. События. Фильмы для детей должны быть добрее. Это главный вывод жюри крупнейшего российского кинофестиваля, который завершился в Самаре. С каждым годом на форум киноискусства съезжается все больше участников со всего мира. На сотнях площадок проходят тысячи показов художественных, документальных и анимационных фильмов. Кто оказался лучшим и почему на церемонии награждения победителей побывала Олеся Корецкая. Мало игровых фильмов посетовали члены жюри фестиваля. После года российского кино ожидалось больше. Но и представленные документальные и анимационные картины потрясли строгих судей. В этом году у нас очень сильные программы «Кино снимаем сами». И члены жюри, которые видели всю программу, к сожалению, я не видела, это более 40 фильмов, говорят о том, что многим взрослым, профессионалам стоит поучиться у детей, особенно в анимации. География фестиваля «Кино детям» в этом году поразила разнообразием. Участвовали фильмы из Белоруссии, Кореи, США, Италии и Китая. Картину из Поднебесной о судьбах детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, признали лучшей. Взрослые фильмы оценивали дети. Лучшей документальной картиной признали фильм Михаила Барынина «24 снега». В категории «Анимация» первый приз взял фильм Дмитрия Куприянова «Условные рефлексы». Детские работы смотрели и анализировали профессиональные кинематографисты. Победители получили сертификаты на создание новых фильмов. Это очень тяжело иногда определить, кто из них лучше. Вы знаете почему? Потому что очень много блестящих работ. Особенно высокие работы уже который год присылают из Новосибирской и Новосибирской области. Потрясающие совершенно работы. Сибирским киностудиям выразили отдельную благодарность за то, что воспитывают в детях самые светлые чувства. Менее удачливым участникам из соседнего региона посоветовали быть менее агрессивными в совместном творчестве с детьми. Почти все награды отправились в путешествие. Победители уже разъехались по городам и весям творить и создавать очередные киношедевры. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов. События. Далее коротко о других событиях дня. В понедельник утром в Самаре на пересечении улицы Победы и Воронежской иномарка сбила школьницу. Очевидцы публикуют фото в соцсетях. По предварительной информации девочка переходила дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора. В этот момент ее сбил маршрутный автобус марки Hyundai. Как сообщили в ГИБДД, школьница получила черепно-мозговую травму и несколько переломов. В Самаре сотрудники экстренных служб сняли с крыши мужчину, бегавшего по парапету. В субботу 22 апреля в 11 часов в полицию от очевидцев поступило сообщение о том, что на крыше девятиэтажки по улице Чернореченской 51 находится мужчина и ведет он себя неадекватно. Сотрудники МЧС уговорили человека спуститься. Возмутителем спокойствия оказался 41-летний мужчина, недавно вернувшийся из мест лишения свободы. Причину его состояния устанавливают. Во время инцидента никто не пострадал. В Самаре при маневровых работах с рельс сошел грузовой вагон. Это произошло в субботу 22 апреля на 1114 километре. На место происшествия выехали представители Куйбышевской транспортной прокуратуры, Следственного комитета, полиции и госжелдорнадзора. По данным прокуратуры, в результате схода вагона никто не пострадал. Течи груза не обнаружено, задержек поездов не допущено. Причины происшествия устанавливаются. В Сызранском поселке Новокашпирске в воскресенье 23 апреля обрушилась одна из сторон штольни в горной выработке. О случившемся в МЧС по Самарской области узнали в половине первого дня. На место прибыла оперативная группа и сотрудники администрации Сызрани. Подъезды к штольни перекрыли. В МЧС сообщили, что произошла подвижка грунта, вход завалило. Местные СМИ сообщают, что оползень случился ночью, поэтому из людей никто не пострадал. На сегодня, 24 апреля, запланирована работа комиссии Ростехнадзора, которая должна установить причины произошедшего и возможность дальнейшей эксплуатации штольни. В районе поселка Новокашпирске добывают горючие сланцы, которые затем на местном предприятии перерабатываются в их теол. Самарский ракетно-космический центр «Прогресс» займет у Санкт-Петербургского банка России 1,3 млрд рублей, говорится в сообщении на портале госзакубок. Деньги заводу нужны для обеспечения текущей деятельности и рефинансирования ранее выданных займов. Кредит будет поступать траншами в течение года. Окончательный срок возврата 27 марта 2020. Процентная ставка установлена в размере 10,7% годовых. Заглянули в бар, но только по работе. Сотрудники полиции нагрянули с проверкой в питейное заведение, расположенное на улице 22-го партсъезда в Самаре. Выяснилось, что у владельца бара нет лицензии на спиртное. Кроме того, он даже не зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а значит, вести торговлю не может. За совершение указанных правонарушений в отношении виновного лица составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации о административных правонарушениях. Находящаяся в незаконном обороте алкогольной продукции изъято. Алкоголь вне закона. Около 200 литров спиртосодержащей продукции на сумму более 85 тысяч рублей изъяли полицейские в результате рейда в промышленном районе Самары. Незаконный товар без сопроводительных документов обнаружили в одном из магазинов на Нововокзальной. В ходе проверки установлен факт осуществления гражданином предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя либо юридического лица, а также осуществление розничной продажи алкогольной продукции в отсутствии соответствующей лицензии. Теперь предпринимателю грозит штраф на сумму от 2,5 до 4,5 тысяч рублей и конфискация сомнительного товара. А вот о чем мы расскажем в наших следующих выпусках. Триумфальное возвращение. Губернатор встретится с лауреатами золотой маски. По всей России стартовала акция «Георгиевская лендочка». На 10 площадках Самары горожанам раздадут символы победы. Чтобы жизнь била ключом, в Самаре к летнему сезону готовят фонтаны. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся.